Здравствуйте, в эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тайны библейских сказаний». В студии я, ее ведущий Александр Гурарье и автор, писатель, журналист Петр Ликимсон. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. В прошлой передаче мы говорили о первом израильском царе, первом царе Авимелехи, который, к сожалению... В сыне судьи Геддона, да. Да, который закончил свою жизнь не самым приятным образом. Ну почему, к сожалению, это был не самый достойный человек, поэтому, может быть, к счастью... К счастью для, может быть, окружающих, но не для него. Короче, его убили. Да, он был убит женщиной, которая сбросила жирного ему на голову. Было такое, правда. Ну а что было дальше? Что было дальше, мы сегодня поговорим. Дальше было очень интересно, потому что после Авимелеха, который правил три года, было еще несколько судей, был Пора, был еще один, и у Израиля появились новые враги. Прежде всего, это были филистимляне, к которым мы еще долго-долго будем возвращаться и о которых мы еще долго будем вспоминать. Филистимляне жили там, где сейчас, в принципе, они создали коалицию таких четырех городов-государств, вот, включая Газа, там, где находится сектор Газа, Кириадгад, там, где находится сейчас приблизительно, там, не точно, в коем случае не точно, где находится город Кириадгад, вот, и еще два города Аждот, и... То есть, вот, вот эта часть юга Израиля, то место, где сегодня расположены южные районы Израиля, там расположились филистимляне. Это был достаточно сильный, достаточно жестокий народ, который, в принципе, называли народом море, потому что они прибыли из-за моря, они начали, пытались завоевать Египет, видимо, базой для, плацдармом для своего наступления на ближний восток они избрали Кипр, пребывали там несколько лет, вот, пытались взять Египет, но понятно, что Египет был могущественной державой и дал им отворот-поворот. Когда они повернулись сюда, вот, и от Кипра, и 250 километров разделяют Израиль и Кипр сегодня, значит, а южные берега еще меньше, то есть, ну, буквально за сутки, наверное, даже меньше, может было на судне того времени сюда добраться, и вот они завоевали эти южные районы Израиля, южные районы землеобетованной, вот. Были они, и само их название, когда говорят Палестина, да, правильно, Палестина происходит от слова филистимляне, от имени этого народа, который жил здесь, в южной части, но само слово филистимляне, это производное от еврейского слова плештим. Плештим – это те, кто полеж, то есть, ворвался, захватил, это захватчики, то есть, само слово «палестинцы», это, на самом деле, если так переводим, означает «захватчики». – Этнически они ничего общего с арабами-палестинцами не имеют? – Нет, нет, абсолютно, этнически они ничего общего не имеют, это были люди, безусловно, ну, скажем так, скорее арийской расы, они были выше, в средний их рост был выше, чем и евреев, они были действительно очень хорошо развиты физически, гораздо лучше, чем мы, скажем так, вот, и поэтому, да, это были опасные, жестокие, жестокие противники. – А не было у них в какой связи с викингами там и прочее? – Нет, с викингами заходили очень хорошо. – Я не знаю, вы знаете, что, надо посмотреть, я как бы не занимался народами моря вплотную, поэтому я вам там не могу сказать ничего определенного, надо посмотреть, действительно, кем они были этнические, я думаю, они были этнические все же ближе к грекам, но это, безусловно, были, можно сказать, что они были арийцами, в определенном смысле слова, да, это было первое столкновение еврейской и арийской расы, которое будет потом не раз происходить на протяжении всей истории. – Вот, но кроме филистемьян были еще аммонитяне, как мы помним, аммонитяне и мавитяне – это два близкородственных евреям народа, оба они произошли от племянника Авраама Лота и его дочерей, потому что Лот переспал со своими дочерьми, и вот аммонитяне начали претендовать на земли Израиля, в основном на севере, то есть если филистемьяне поджимали нас с юга, то аммонитяне начали поджимать нас с севера и со стороны реки Иордан. Там, где находится, вот сегодня, кстати, Рабат-Амон, это столица Иордань, современная Иордань, это память о том, столица этого государства называлась Амон, Рабат-Амон, это буквально переводится, столица Амона, вот, то есть она находилась в основном, это государство находилось на территории современной Иордании. Вы видите, что очень опасные враги, евреи снова возобили Богу и снова обратились к пророку. За что нам все это? За что нам все это? И Бог ответил через пророку, Господи, да я вас столько уже раз спасал, вы же столько раз обещали вернуться. И вы все равно продолжаете делать то же самое, сколько же можно. Тут евреи сказали, да, виноваты, да, каемся, да, это самое, готовы, так сказать, снова вернуться на путь истинный, служить только единому Богу, и написано в книге Шовтим, в книге Судей, и стало Богу горько за свой народ, и он решил послать ему спасителя. Вот спасителя он на этот раз выбрал совершенно необычного. Дело в том, что амонитяне претензировали прежде всего на область, так называемую область Гелат, область Гелат, которая находилась по обе стороны Иордана, в районе нынешней северной границы Израиля, там жили представители колена Минаши и представители колена Гада, частично. Значит, и вот это была достаточно плодородная земля, действительно, очень плодородная земля. Если вы посмотрите, сейчас эта территория находится под властей Иордании, если вы посмотрите на эти снимки, на снимки этой территории, то увидите, насколько это красивое и плодородное место, действительно, земля, текущая молоком и мёдом. И вот тут, значит, это самое, и амонитяне предъявили свои претензии на эти земли, кроме того, что они предъявили претензии к колену Иуда и к колену Бенемина, потребовали платить дань, так сказать, отступных, и ситуация возникла, прямо скажем, нехорошая. И вот тут выбор, значит, спасительный, на этот раз, пал на Ифтаха Бен Гелада. Он был сыном Гелада, Ифтах был сыном Гелада, то есть человеком, который носил то же имя, что и сама эта область, Гелад. Так же, как, скажем, житель города Владимира, вполне может носить имя Владимира. Так вот, Ифтах Бен Гелад, ну, написано, что он был сыном проститутки, плудницы. Почему написано? Это не самая лучшая вообще характеристика. Родословно. Не-не-не, дело даже не в этом. Дело в том, что насчет того, была ли мать Гелада проституткой, комментаторы спорят отчаянно. Одни говорят, да, он действительно был сыном проститутки, но что с того, ну, точно знали, что он сын Гелада, Ифтах Бен Гелад. Ну, и что с того, что его мать была проституткой? Други говорят, она не была проституткой вообще. Она просто была женщиной из другого колена. То есть, не, она была гражданской женой, она была наложницей. Гелада, помимо того, что у него была законная жена, у него была еще и гражданская жена, любовница, наложница. Ну, так случится, может, скажем. Но дети Гелада и его жена законная упорно звали, говорили, что она проститутка. Хотя она таковой не была. Что, в принципе, тоже объяснило. Ну, тоже можно понять. Есть и третья версия, что она вообще не была, так сказать, не имела отношения к тому или к другому. Она действительно была гражданской женой Гелады. Вдобавок к тому, она была женщиной из другого колена. Ну, как бы, я говорил, у нас есть 12 колен, кстати. Когда пишут комментарии, что напоминает мне, что было 13 колен. Я напомню, что все-таки земля Израиля была разделена между 12 коленами. Колено Леви своей земли не имела, а имела несколько годового убежища. Земля Израиля была разделена между 12 колен, считая колено Фраева и Минажа. Итак, она была женщиной из другого колена. Ну, как бы, вот, вы знаете, как, ну, взял жену из другой области, я знаю, из другой, или в Советском Союзе из другой республики. Да там все проститутки, ну, понятно. Да, да, да. И все говорили, вот она проститутка. Проститутка, вот привел проститутку, вот здесь чужую кровь привел, не свою. Поэтому, говорит, вот только поэтому ее называли проституткой. Тем не менее, у Гелада были другие дети, и когда он умер, и возник вопрос, это самое, о наследстве, то Ифтаху было отказано наследствие на том основании, что вот его мать, Зона, проститутка, и братья его выгнали. По всей видимости, он обратился, мы узнаем позже, по всей видимости, он обратился за помощью к совету старейшины, и в суд, чтобы навели порядок, потому что он все-таки сын Гелада, а любому сыну по закону Тории полагается его доля наследства. И все ему отказали. Что сделать молодому человеку? Полному силу здоровья, в общем-то, и оставшемуся без всякого имущества, в принципе, и без профессии, по большому счету. Что ему сделать? Чем заняться? Естественно, он начинает скалачивать банду. С разбой, да? Да, да, с разбой. Он начинает скалачивать банду. Последующие крестовые походы, в принципе, были то же самое. Скалачивать банду из таких же людей, как он. Написано, что взял, собрал Гелада и Ифтах вокруг себя людей пустых, а нашим Рейким. Это буквальный перевод. Спорит, опять-таки, что значит Рейким. То ли, скорее всего, у них было пусто в карманах. То есть это были бедняки. Ну, так сказать. Которые решили вот таким способом себе заработать на жизнь. От коронавирусом и рэкетом, кстати. Рэкетом. Они обкладывали рэкетом пастухов. Гарантировали им защиту от тех же амонитян. Заодно от волков. От волков, да. Чтобы все создавали, соответственно, им. Снабжали их продуктами питания. Другие говорят, что нет. Это имеется в виду люди пустоголовые. Что называется, без царя в голове. Но, как бы то ни было, он сколотил достаточно большую банду, которая начала действовать в тех районах. И те, кто знает этот район, район Верхней Галилеи, там и сейчас достаточно места, где можно укрыть большую банду. Тогда, я думаю, было его еще больше. И, короче говоря, когда амонитяне пошли вольной, давайте чуть-чуть сократим наш рассказ, вот, жители Игилада, не указываясь, какому они принадлежали колену, скорее всего, это все-таки было бы колено Минадж и Игада. Они решили найти кого-то защитника, того, кто за ним ступится. И они были готовы поставить его своим вождем, провозгласить судьей. Но оказалось, что никакой серьезной вооруженной силы, кроме вот этой огромной банды Ифтаха, в их краях нету. И они приходят к Ифтаху. Вот из их разговора мы узнаем, что он ранее в суд обращался и просил у них защиты и справедливости. Поэтому он им совершенно, так сказать, на совершенно законных основаниях говорит, ведь вы меня возненавидели, вы же меня и прогнали, вы меня и сделали разбойником. Человеком, который вынужден зарабатывать свой хлеб вот таким путем. Чего вы сейчас от меня хотите? Ну, тут они говорят, ну, ты понимаешь, да, ну, было, ну, вот мы готовы тебя прогречить, да, прогречить, сожалеем, просим прощения, да, и готовы прогречить себя царем. Не царем, ни в коем случае, нет. Судьей. Судьей готовы прогречить себя главой, нашим начальником и главой, в принципе, так сказать, политическим лидером. И в Тарк, где гарантия того, что хорошо, я разобью этих самых аммонитян, где гарантии того, что я и после того, как я их разобью, останусь вашим лидером? Они говорят, ну, клянемся, вот чем хочешь, тем клянемся, только, только, говорит, ну, спаси, потому что другой военной силы нет. И вот тут тот момент, когда они провозглашают германно-политическим лидером, он демонстрирует, показывает, что он действительно, прежде всего, политический, а не военный лидер, достаточно мудрый. Что он делает? Он отправляет письмо царю Аммонитян с предложением ему мира. И он говорит, почему ты на нас нападаешь? Что такое? С какой стати? На основании каких законов? Вот. Я предлагаю тебе мир, давай жить в мире бок о бок, и чтобы все было нормально. И тут царь Аммонитяна ему отвечает следующее. Когда Моисей выводил евреев из Египта, он захватил часть наших земель и называет конкретно границы этих земель. И мы сейчас просто хотим вернуть себе, на которых вы сейчас живете. Часть области Гелат находится на этих землях. Поэтому мы сейчас просто хотим вернуть наши законные земли, и больше ничего. Хотите, говорит, уйдите с этих земель сами, и все будет у вас в порядке. И это очень интересный момент с точки зрения истории. Дело в том, что период написания книги Шартим достаточно хорошо известен. Это где-то 9-10 век до нашей эры. Сейчас мы находимся в преддверии праздника Пейсора, вот наш разговор происходит. И снова же видите разговор, а был ли исход из Египта, не был ли исход из Египта. А если был, то насколько, так сказать, та реальность, которая существует, то, как ему он был соответствовать рассказу Тора и так далее, и так далее. И вдруг книга Шартим, книга Судей, которая всеми историками признается, написана не позднее начала 8 века до нашей эры, скорее всего, в конце 19 века до нашей эры. Споры идут, но опять-таки это незначительно. Это речь идет о десятилетиях. Она говорит о том, что вот амонитяне говорят, что исход из Египта был. И больше того, они четко приводят там примеры, как шел Моисей и так далее, и так далее. Границы, земли, которые он завоевал, и расселил часть колен израильных. И это значит, что, ну, представьте себе, это документ, который свидетельствует подтверждает тот факт, что исход был. Причем, если сейчас говорят, что Тора была написана в 7 веке до нашей эры, а книга Судей в 9-м, представьте себе, ну, скажем, ситуацию, в которой Иван Андреевич Крылов, кто-то бы сказал, что Иван Андреевич Крылов пересказал краткое содержание Анны Карениной. У него есть. Вы бы сказали, ну, ты сумасшедший, Крылов же он задал. Намного действительно раньше Толстого. Какого мог знать содержание Анны Карениной? Вот точно так же книга, если Тора, которая написана в 7 веке до нашей эры, книге Судей, которая написана в 2 веками, как минимум, раньше, не может быть ее пересказа. А тут, значит, царь Романинский, во-первых, пересказывает эту Тору, и Гелат ему отвечает, пересказывая главу истории. Что он ему говорит? Он говорит, послушай сюда. Да, Моисей вывозил 300 лет назад. На самом деле, это было меньше, тогда еще 300 лет к этому не прошло. 300 лет назад Моисей вывел нас из Египта и привел в эту землю. И он напоминает ему о том, что он отнесся к вам, как к родственникам. И так же, как он отнесся к Моаву, и так же, как он отнесся к дому. Поэтому, когда и дом запретил, и сказал Моисей, что я не хочу, чтобы ты проходил через мою землю, он не прошел. Хотя Моисей был готов заплатить, и обещал, что не тронут ни воды, ни кустов, и так далее, не будет наносено никакого урона у Годзимы дома. Мы отнеслись к вам, как к родственникам, и Моисей ни на кого не нападал. Но потом он решил пройти, ища путь на землю Абитана, он решил пройти через землю Эмареев. И он обратился к царям Эмареев, Сихону и Башану, с просьбой дать ему возможность понять, когда они отказались, он объявил им войну. Они уже не были. Эмареи уже не были родственниками Израиля. И да, он их разгромил, уничтожил, и мы заняли эти земли. Так что мы сейчас живем ни в коем случае не на землях Эмареев и Моавитян, которые к тому времени почти слились и стали одним народом, а мы живем на землях Эмареев. То есть, что ты от нас хочешь? Больше того, говорит, эти земли нам дал Бог так же, как вы считаете, что ваш Бог Кмох дал вам эти земли, так же мы считаем, что наш Бог, который ее создал весь мир, дал нам эти земли. А вот здесь, это был очень тонкий ход. То есть, он показывает, Сурия Амареевна, что он уважает его религиозные взгляды, он обращается, он пытается говорить с ним на его языке. И он тоже пересказывает, фактически пересказывает. А какие не были везданые взгляды? Они были тоже монотеисты? Не, не, не. У Амареевна были язычники. Поэтому он обращается к Верховному Богу Кмоху, Амареевна, который считает, дарует им удачу в войне. То есть, это было такое хорошее дипломатическое письмо, но Амареевне его не приняли, и пришлось выходить на войну. То есть, Амареевна правил послов с этим письмом, напомнил, пытался еще раз достичь мира, не получилось, Амареевне перешли Иордану, не надо было выходить на войну. И вот тут, как протекала эта война, в принципе, неизвестно, об этом не говорится. Но тут идет речь, когда я впервые читал эту историю, она мне очень напомнила историю, которую я читал в детстве, греческий миф об Эфигенее в Таврите. Вы сейчас поймете, почему. Дело в том, что, выходя на эту войну, Эфигенее, события Эфигенее в Таврите, я хочу подчеркнуть, были намного столетий позже, чем те, о которых мы сейчас говорим. Да, во-первых, они были уже в нашем, тоже они, 5 век где-то на нашей эре. Да, но мы говорим сейчас о 9 веке на нашей эре, на 40 лет раньше. Ифтах встречается, Ифтах дает обет, что если Бог дарует ему победу, потому что амонитяне численно превосходили, битва предстояла, война предстояла очень сложная, что если Бог ему дарует победу, то он принесет ему жертву первое, чтобы встретить его дома. Думая, что встретит его собака, не знаю, кошка, вот, и кто-то другой, и так далее, и он его принесет в жертву. И он одерживает победу, победу грандиозную, совершенно над амонитянами, все бегут, значит, евреи могут снова жить спокойно на своей земле, и он возвращается домой, но понятно, что весть о победе распространяется мгновенно. И первый, кто его встречает, значит, выходя, значит, с бубнами и тимпанами, значит, навстречу, потому что праздник, праздник победы, оказывается, его единственная дочь. И он, он совершенно пораженный, говорит, что дочь, я не думал, что это будешь ты, но я дал обет Богу, что я принесу тебя в жертву. Что я принесу жертву, первое, чтобы встретить меня дома, и первое, меня встретила ты. И вот тут, мы с вами долго говорили о том, почему все наши пророки выступали категорически против в ассимиляции, так сказать, смешение евреев с местным населением, которое осталось живо, возле вообще контактов и поклонения их богам, потому что это были самые варварские культы, в том числе, сопровожавшиеся жертвоприношением людей. У евреев жертву можно принести только чистые животные, то есть это либо овца, либо коза, либо корова, и то, непорочные, то есть еще не вступавшие ни в половую связь со своим сородичем. Открыжающие народы приносили в жертву все, что угодно, включая собак, поэтому, кстати, Евтах и рассчитывал на это, включая собак, слова и так далее, и, естественно, человеческие жертвы, что совершенно неприемлемо с точки зрения иудаизма и считается таким уже варварством, таким бесчеловечным жестоким актом, что от этих людей надо на самом деле отстраняться, с ними надо не дружить, не пить, не родниться, а быть от них, держаться от них как можно подальше. И вот тут комментаторы говорят, насколько же языческие культы проникли в сознание Евтаха, что он посчитал возможным принести в жертву свою дочь. То есть для него это было нормально принести человеческую жертву, то, что совершенно ненормально с позиции Торы. Дальше там происходит следующее, если, так сказать, следовать прямому тексту книги, что в тем дочка говорит, что, ну, папа, если ты обещал, то надо сделать, и я готова, так сказать, стать жертвой, только дай мне два месяца, чтобы я пошла и оплакала свое девство. Вот. И после этого, говорит Тора, она вернулась, и Евтах исполнила свое обещание, и не познала она мужа. Такой текст. А, значит, комментаторы говорят, что это обет Евтаха, который он говорил, как я дал Богу обет, я должен его исполнить, вызвал бурю. В Израиле естественно собрали совет и говорят, что нет, то, что я пообещал незаконно, потому что человек не может пообещать Богу нечто против Торы, который он дал. То есть против самого установленного законного. Это глупость. Не глупость, это дикость, это дичь. Никакой человеческой жертвы никакой человеческой жертвы быть не может. Говорит, я же обещал, я дал обет, Бог послал поведенную романитянами. То есть он начинает настаивать на своей правоте. И вот тут комментаторы говорят, что она действительно ушла, что решено было, что он решил следующее сделать. Она когда она ушла оплакиваться, значит, в горы свое девство, в свою потерянную жизнь, вернулась и больше не познала мужа, означает следующее. Он ее, конечно, не принес в жертву. Ему это запретили, принесили человеческое жертвоприношение. Это было бы вопиющим уже совсем вызовом Богу. Но он по-своему, он сказал, что он решил, что она будет жить в затворничестве до конца жизни. Соответственно, у нее не будет семьи, не будет мужа и так далее. То есть типа монахиня. Да, типа монахиня. И вот это, говорит, наверное, наш комментатор, вполне можно приговориться к человеческой жертве. Потому что если человек не создал семьи, не создал семьи, не родил детей, которые являются его продолжением, которые, в принципе, и гарантируют ему бессмертие, то можно считать, что его убили. Что он фактически убил свою дочь. Вот таким образом. То есть жертва была принесена, не была принесена в буквальном смысле, но в определенном смысле слова. Она, безусловно, была принесена, потому что он загубил жизнь своей дочери. Вот так говорит Тора. И после Ифтак, кстати, был судьей в течение шести лет. В течение шести лет. Потом были другие судьи, в том числе судья Ифцан. Ифцан, у которого было другое имя Боас. И вот тут я должен обратить внимание на еще одну интересную особенность библейского текста. В библейском варианте в Странахи. После книги Шоу-Сим следует к ней начинается первая книга про Рока Сумуэля, первая книга Шумуэля. А вот в библейском переводе, в синодальном переводе Торы на русский язык после книги Шоу-Сим, после книги Судьи следует книга Рут. Вот. И это, то есть нарушается традиционный канон. Танаха почему-то переводчик решил нарушить. Но он решил, безусловно, его не случайно, потому что вот этим третьим судьем после Ифтаха был Ифцан, он же Боас. Он же Воас, если следует синодальному переводу, он же Воас, которому посвящена, как раз рассказываю, которому посвящена книга Рут или книга Руфи, опять-таки, в синодальном переводе. В классическом тексте Танаха книга Руфи выделена в отдельные, так сказать, пять, в Сефер-Мегилот, то есть пять свитков, то есть пять свитков объединены в отдельные самые, это и Экклезиас туда ходит, да, в одну книгу и книга Эха и так далее, а тут выделяются владельцы, и это, по большому счету, это правильно было, на мой взгляд, было очень правильное решение, потому что это связано. Дальше, на самом деле, одним из судьей, третьим судьей после Евтаха был Борос, человек из Бритлехима, еврей из Бритлехима, достаточно знатый, достаточно богатый, у которого было 30, ну, написано 30 сыновей и 30 дочерей, вот, не, ну, как я уже говорил, когда мы говорили 70 сыновей Геддона и 70 сыновей Геддона, комментаторы говорят, ну, не надо воспринимать эти цифры буквально, когда говорят, вот такое, называют такое круглое количество, имеется в виду, ну, много у него было сыновей и дочерей, все они умерли, все они умерли, не, может и 10, может и 12, для еврейского, у меня и бабушки было 18 детей, для евреев, в общем-то, это был, это 20 век, то время, наверное, для евреев и 30 детей было, в принципе, достаточно, но все они умерли в итоге, и в 80-е годы он остался совершенно один, и вот тут начинается история, совершенно прелестная история, одна из, которую называют замечательной, не только, так сказать, замечательным художественным произведением, прежде всего, замечательной, новелой, с тех статанаха, и комментаторы спорят, когда они написаны, я объясню, почему в конце, но история начинается с того, что некий богатый еврей из Бетлехима, Эли Мелех, значит, когда начался голод, очередной голод, я говорил, засухи и неурожаи бывали часто в нашем регионе, мы недавно перешивали очередную, вот он, вместо того, чтобы выполнить, так сказать, еврейское, предписание Тора и еврейскую традицию, поделиться своим богатством с бедными, помочь им, так сказать, пережить вот это трудное, голодное время, он решил сделать по-другому, собрать свое богатство и уехать в Моав, в соседний Моав, где голода не было, но расположение далеко, и больше того, два его сына, Кохлон и, нет, Махлон и Келон, женились там на моавитянках, на двух моавитянках, Орпи и Руфи, и Рут, вот, они прошли, формально они прошли Геюр, то есть они сказали, что они хотят быть еврейками и готовы стать еврейками, но на самом деле, никто ничего в этом доме не соблюдал, так сказать, жили там, жили они в Моаве 10 лет, и за это время, как бы, и сам Элемелих кончался, потом умерли и два его сына, в наказание, как говорят комментаторы, в наказание за то, что он бросил свой народ сейчас в бедствие, думая так, спасти свою жизнь, у него от нее не жизнь, и больше того, от нее жизнь у него сыновей, то есть у него не осталось продолжения, и спустя 10 лет, когда его вдова Элемелиха, на умя, решила вернуться на родину, две ее невестки, Орпа и Рута, решили последовать за ней, и они говорят, что мы последуем за тобой, мы тебя очень любим, и так далее, и так далее, и он говорит, послушайте, по нашим обычаям, на самом деле, мой следующий сын должен родиться, должен был бы жениться на ком-то из вас, и принести потомство, и таким образом восстановить, так сказать, имя моих сыновей в народе, то есть эти дети бы считались детьми моих прежних сыновей, послушайте, я уже стара, я уже не могу забеременеть, ни один мужик на меня не позарится, она им говорит, поэтому как бы рассчитывать на то, что я вам могу выполнить эту запрету, я не могу, лучше оставайтесь здесь на родине, спокойно выйдите за своих соплеменников, будьте счастливы, я вам в душе желаю счастья, и Орпа, значит, которая долго, которая в начале говорила, что нет, я пойду с тобой, она сказала, да, ты знаешь, ты права, я останусь здесь, как бы это самое, и только Рут сказала, что нет, значит, я пойду туда, когда ты пойдешь, там, где ты будешь ночевать, я буду ночевать, и твой Бог будет твоим, моим Богом, там, где тебя похоронят, пусть и меня похоронят, и когда Наоми поняла, что Рут не отговорился, она сказала, хорошо, давай ты пойдешь со мной, и вот эта формула Рут стала первой истинной призывистки, то есть первой женщиной, которая от всей души и поверила еврейского Бога, и те слова, которые она произносит, Рут науне перестал ее отговаривать, поэтому, в принципе, весь ги-юр, то есть процедура перехода в еврейство, сегодня связана с именем Рут, принято Гера отговаривать, но до определенного момента, когда ты понимаешь, что он уперся, так сказать, действительно хочется стать евреем, надо остановиться, и слова, которые сказал Рут, пусть твой народ будет моим народом, и твой Бог моим Богом произносит каждый еврейский Герен, при обряде ги-юр. Гер, то есть человек, который переходит в еврейство, да, и эти слова стали кодом, Рут стал символом, так сказать, истинной преселитки, и вот о том, что было дальше, есть, суждено было сыграть особую, выдающуюся роль в истории еврейского народа, совершенно выдающуюся, о чем мы, наверное, поговорим в следующий раз, потому что это будет действительно интересно. Спасибо, спасибо Петру Аликемсон, дорогие друзья, программа «Тайны меблейских сказаний», продолжение следует, смотрите нас в следующей передаче. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин